здравствуйте дорогие друзья меня зовут Ольга Курунова и я рада вас приветствовать на своем канале сегодня я вам представляю свое новое произведение я в восторге от него это платок в оренбургской технике я его назову оренбургским пуховым платком он не вышел из моды и в третьем тысячелетия платок все еще продолжает удивлять тонких ценителей народного художества художественного искусства красотой и гармонии узоров сохранивших традиции древнего русского орнамента белоснежная ажурная паутинка она ведь всегда подчеркнет романтичность и вечернего наряда в ней уместно появиться в театре да даже на официальном приеме как и 200 лет назад такой платок согреет женские плечи и сердца я не знаю что сказать у меня нет слов я безумно рада что связала такой платок по книге который называется так вяжут платки в оренбурге ее автор ольга александровна федорова моя полная тезка я тоже ольга александровна это к сожалению ее нет среди живых но она создала рукопись книги по которой мне посчастливилось работать и вот эти все узоры разработала ольга александровна шаль свою я назвала белое безмолвие и действительно не хочется ничего говорить хочется просто помолчать молча посмотреть на эти красивые красивые узоры посмотрите как легкое дуновение ветерка колышет эту шаль ветра почти не было а здесь я в ускоренном ритме пыха мы пытаюсь вам показать как я делала блокировку мокрой шали после стирки я тщательно замерила размеры чтобы шаль получилось квадратной форме и как могла ее вот девочки я заблокировала шаль заблокировала на матрасе на нашей кровати где размер кровати у нас ширина метр шестьдесят но эту шаль можно было вполне спокойно блокировать и на метр восемьдесят она видите еще вполне воздушная то есть ее можно еще потянуть но сейчас рисунок расправился меня в принципе все устраивает все замечательно вот так она сейчас выглядит мокрая стирал я ее обычным шампунем водой где-то примерно 40 градусов я не стала стереть ни полотенца ничего матрас чистый матрас у нас довольно новый поэтому она быстро высохнет потом оставлю открытый матрасик и он тоже быстренько высохнет и вот так вот такая красота сейчас у меня на кровати слушаться прелесть думала что придется под нее делать все таки пяльца растягивающие большие потому что у меня дома нет ковров у меня вести линолеум вот ковров нет невозможно больше ни в каком месте растянуть кроме как вот на кровати на этой но нет вроде бы я уместилась в размер кровати поэтому пяльца делать не пришлось хотя за не для них материал уже весь закуплен но это будет для следующей шали здравствуйте дорогие друзья ну а сейчас немножечко более подробно об этой шали как она выглядит вы уже видели это просто прелесть прелестная назвала я ее белое безмолвие это действительно белое безмолвие никакое другое название сюда не идет и так вязала я эту шаль по книге вот по этой книге так вяжут платки в оренбурге ольги федоровой здесь есть в книге вот такие вкладыши вот со схемами и я вязала по схеме b вязала я из пряжи ализе кидмохер вот эта пряжа ализе кидмохер она как никто другой как никто никакая другая подходит для вязания таких платков оренбургской техники она очень тоненькая она пушистая платочек очень не напоминает платок оренбургской пуховой козы ну конечно это не из оренбургской козы связано это мы понимаем но у меня нет возможности связать из оренбургского пуха поэтому я нашла ему абсолютную альтернативу 50 грамм 500 метров 62 процента кидмохер 38 процентов полиамид это получается махер на полиамиде замечательная ниточка замечательная шикарно себя ведет в таких на в таких вот краса красотах да и так хотела я вам показать всю красоту этого платка я не знаю как мы с вами его увидим наверное нужно темный фон сделать вот я сменила фон на серенький на такой и хочу вам полностью все показать так здесь у меня еще я не запрятала одну ниточку вот посмотрите я хочу вам показать абсолютно все узоры вот ромбы с мышиными следами по центру с глухотинками прошу прощения вот такие зубцы посмотрите я не знаю я прям хоть и я вязала эту работу смотрю и восторгаюсь посмотрите сколько разных узоров здесь пошел ряд узоров абсолютно другой здесь вот вроде как ромб сейчас прям очень хочется показать все узоры видите он вроде ромб и вот видите в каждом мышиный след вот так тык 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 вот так на тык надо здесь какие косарядки как они красиво смотрятся и самый центральный ромб снежинка по центру здесь пошел ромб окрыли окрыляет или обрамляет снежинку ромб из глухотинок да из таких вот маленьких ромбиков ну прям здорово здорово и дальше узора уже конечно повторяются огромного огромного размера где-то метр семьдесят шаль получилось на метр семьдесят ну как ее растянуть я ее практически не растягивала она очень слабо на те растянута и и еще можно натянуть я думаю что ее и до двух метров вытянуть можно но у меня не было такой же задачи не стояла передо мной ну посмотрите какое полотно но его прям как я себе хочу такую шаль я обязательно себе свяжу обязательно но уже другим узором и надо уже начинать придумывать свои но я еще парочку шали свяжу из этой книги а потом уже я в принципе поняла как это делается буду придумывать свои но прелесть прелестные вязала я все вместе вот у меня еще не оторвана нитка вот еще последняя ниточка не оторванная здесь нет ни единого шва ни единого все вяжется ну вот если начать показать вам так даже я сама смогу ли найти откуда я вязала да наверное смогу вот так вот здесь было самое самое начало вот она вот вот отсюда я начала вязать связала 31 зубец вся шаль ширину 31 зубец составляет высоту тоже 31 зубец вот я связала вот все это 31 зубец вот такой вот узенького вот такого узенького плотна связала 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 потом вот здесь так что есть и сделал набрала вот здесь по краю вот этого зубца и пошла вязать вверх вязала слева один зубец ну вот слева вот эти зубцы вывязывала потом основное основное полотно 250 петель основного полотно и последний зубец вот этот вяжется и все вяжется вместе до конца потом дошли до верха вяжем этот зубец центр весь этот зубец вяжем 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 до конца потом вот отсюда вот эти все петли у нас остаются на спицы мы вяжем продолжаем по одному зубцу вот так вяжем и постепенно убавляем петли отсюда со спицы ну сложно сложно объяснить ну вот как-то так вот вязала 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 в итоге в конце работы у меня вот остался все закрыл закрыли здесь петельки остался вот хвостик все шов швов никаких нет я не вязала отдельно зубчики а вязалась у меня все все вместе 200 грамм стоит в это чудо весит ровно 4 матка ушло вот такая ниточка осталась в конце ну в принципе наверное это все что я хотела рассказать по этой шали конечно ни о каком мастер-классе не может быть и речи такую красоту связать по мастер-классу это да застрелиться можно я думаю вы меня поймете то есть такую красоту мастер-классом не свяжешь какие-то фрагменты можно конечно как-то показать но я даже не представляю как и и вообще шаль я эту вязала очень долго она не была моим единственным процессом я ее начала вязать по моему в марте прошлого года 20 и закончила вот в январе 21 прям красота красота очень нравится шаль очень нравится не знаю что вам еще показать мне нравится все абсолютно все узоры в этой шали посмотрите как красиво как красиво вытянулись зубцы я вам показывала как я ее блокирую и вот посмотрите как красиво зубчики смотрятся но очень похоже на оренбургский пуховый полоток внешне внешне очень похоже такая же тоненькая ниточка не сильно пушистые оренбургский пуховые платки как вы знаете они не сильно пушистые это волгоградский пух он вот таким вот слоем прям стоит ворсом оренбургский он все-таки Вот именно вот такой вот, я говорю, вот этот платок очень напоминает Оренбургский по своим характеристикам. Я, конечно, не знаю, насколько теплее Оренбургский платок из Оренбургской козы, но вот этот платок очень теплый, очень теплый. Я потому что вязала себе такие палантины из этой пряжи из кидмахера. И считаю, что кидмахер, еще раз покажу, пряжу, очень-очень подходит для вязания такой красоты. Вот, рекомендую, прям очень-очень рекомендую. Ну вот и все. Скромненько так я вам показала, объяснила, как могла. Я даже не знаю, что здесь говорить, здесь действительно лучше молчать. Ну, девочки, я сама в восторге, в большом восторге от этой работы. Это одна из моих любимейших работ и шикарных работ, не побоюсь этого слова. Я очень рада, что я освоила эту технику. Еще раз за эту книгу я благодарю Ирину, у нее канал вязание с душой. Ирина, огромное тебе спасибо. Ты мне сделала неоценимый подарок, подарив вот эту дорогую для меня и значимую книгу. Большое спасибо. Вот такие мы вязалочки. Добрые люди. Делимся друг с другом, чем можем, у кого что есть. Вот. Ну, на этой ноте, наверное, я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. И до скорых-скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...